Чем дальше в Кибербест, тем меньше разговариваю с людьми. Ты так плавно затронула тему нахождения уязвимости в одной очень крупной компании. Это легальное участие хакеров в повышении защищенности различных ресурсов компаний. Ты можешь все найти уязвимости в любой компании. С одногруппниками ДВФУ я знаю, что многие ребята уже знают, куда пойдут работать. Кто-то не в Владивостоке, кто-то по краю ездит. Привет! Это 17 эпизод подкаста «Русский диджитал», который мы запустили в Дальневосточном федеральном университете. Продолжаем знакомиться с интересными людьми. И сегодня у нас в гостях и выпускница программы «Кибербезопасность» Софья Ильич Каваха. Соня, привет! Привет! Расскажи пару слов о себе, чтобы мы познакомились. Я Соня, мне 24 года. Закончила уже магистратуру по кибербезопасности. А сейчас устраиваюсь на работу. Очень хотелось бы быть либо аналитиком сокодела, либо исследовать киберугрозы, анализировать различную деятельность киберпреступников, либо опасных рыбоносных файлов. А всегда ли тебе была интересна именно эта сфера в IT? Прямо чтобы конкретно в нее так углубиться? Нет, не всегда. Наверное, прям сильный интерес начал проявляться с третьего курса, потому что мы начали участвовать в CTF-ах. А усиленный интерес появился в прошлом году, где-то в середине первого года обучения. Я поняла, что я больше не хочу работать менеджером, мне хочется развиваться только в этом направлении, потому что, ну не знаю, как-то больше для души, больше нравится, больше драйва что ли от этого. А так с компьютерами с детства что-то в играх меняли, с папой какие-то файлы встраивали. Ну, откровенно говоря, оператив некоторые игры. Сейчас об этом можно сказать, что это было давно, тогда не было еще таких законов. В целом с компьютерами проблем никогда не было. А бакалавр ты заканчивала по какому направлению? Прикладная информатика. Помогло ли тебе это образование, когда ты решила углубиться в защиту операции? Да, очень помогло, потому что я познакомилась с разработкой, с этапами разработки, с бизнес-процессами, понимаю, как работают различные компании, где могут быть бреши, либо различные уязвимости в защите. Это очень сильно помогало, было уже какое-то представление, потому что сама в компаниях поработала на разных должностях, но в основном менеджером, либо помощником менеджера. Это прям очень хорошую роль сыграло, из-за этого стало проще. Ты сказала, что с третьего курса, примерно, начала участвовать в соревнованиях, мероприятиях. Это командная игра? Да. Или ты сама, как я, Софья, участвую в соревнованиях и пополняю личную копилку медалями? Нет, это командная игра. У нас был свой состав от университета. С ребятами решили поучаствовать, как говорится, по приколу. Приехали как раз на DWFU. И мы заняли третье место. Сами этого не ожидаю, потому что ребята были веб-разработчики. Еще один мальчик максимум для игр что-то делал. Я тоже максимум, где могла что-то такое сделать, это добавить читы, либо дополнительные предметы в симсе, собственно. Ну и максимум в игре играла из такого серьезного. Разработка чуть-чуть занималась. То есть опыта именно в кибербезе не было. А что, на твой взгляд, было самой важной победой или достижением для тебя в студенчестве, именно во внеучебной деятельности? Если по уходящему таких достижений, либо вещей было четыре штуки. Первое — это участие на летней школе по подготовке к CTF, которая проходила в прошлом году в Звениграде, потому что за 10 дней было максимальное количество занятий практических, было получено большое количество навыков. Это было очень круто на самом деле. И знания, полученные там, оказались очень ценные, как практические, так и теоретически. Это было очень круто. А как это попало? В DWFU отправил. Центр информационной безопасности DWFU. Ну и тогда же предложили вести курсы для школьников. Поэтому решили, что это было бы для меня полезно. Это действительно оказалось очень полезным. То есть после этого поняла, в каком направлении можно двигаться, что лучше подучить. На втором, наверное, месте по важности — это прохождение стажировки у Positive Technologies, потому что туда нужно было еще попасть. Это было очень ценно. Там было порядка 280 часов именно практической самостоятельной работы, большое количество учебных материалов. Это было прям полноценной работы. Причем нам еще организовывали специальные лабораторные, когда имитировали хакерскую деятельность, и нужно было это все расследовать. На третьем месте, ну, вероятно, это нахождение уязвимости компании Avast, что получилось случайно, но было показательно. То есть после этого, используя те же самые принципы, то есть обращая внимание на многие такие же вещи, были найдены еще некоторые интересные моменты. И остальное — это четвертое, но на самом деле для меня тоже очень важные — сами CTF. Но последнее — это самое такое, наверное, крупное участие в Attack Defense. В нем участвовала именно в формате соревнований, к которым мы готовились в первый раз. Мне очень понравилось. Это не самостоятельно поднимать какие-то сервисы, когда мы сами командой это делали. Это действительно участвовать с такими же командами. Причем многие команды я уже знала, они были достаточно сильными. Обойти их и занять третье место — это очень круто. А эти соревнования проходили здесь, на базе университета? В Новосибирске. Классно. Ну, ты так плавно затронула тему нахождения уязвимости в одной очень крупной компании. Расскажи, ты шла к этому долго и упорно, искала компании и сайты, в которых есть какие-то дыры? Нет, на самом деле. У нас была дана домашняя лабораторная первая домашка, которую нам дал Сергей Сергеевич Зотов. Он как раз вел у нас аудит безопасности защищенных систем. Очень классный предмет, на самом деле, очень интересные все домашки. Вот, очень классные были. Нужно было использовать методологию ASIN, это поиск информации о цели по открытым источникам, интернет, различные поисковики интернета вещей, различные социальные сети. То есть все, что нам доступно из интернета, нужно было использовать, аккумулировать эту информацию и найти хоть что-нибудь. Почтовые адреса сотрудников, какие-нибудь утекшие данные, исследовать маркетплейсы в Дарк Вебе на предмет различных баз данных таких же сотрудников. Задача была именно такая. Нужно было выбрать компанию, которая участвует в программе Backbound. Кажется, на HackerOne это такой ресурс, где компании сами запрашивают, скажем так, поиск таких вещей, они это потом награждают. Давай еще небольшую справку, может быть, не все знают, что такое система Backbound и как она работает. Backbound это программа, в которой принимают участие различные компании, которые хотят повысить степень защищенности. То есть это легальное участие хакеров в повышении защищенности различных ресурсов компаний. Если, допустим, компания не принимает участие в такой программе, конечно, взломы и подобные вещи, они могут караться по уголовным статьям. Это действительно так, то есть нельзя применять некоторые инструменты. Это уголовно наказуемые в России, конкретно 272 и 273 УКРФ. Это те статьи, которые вдалбливаем своим школьникам, которых учим, потому что, не дай бог, захотят протестировать какие-то инструменты. Ой, мне захотелось посмотреть, так нельзя. Для таких вещей существует Backbound, то есть это не просто лабораторный на каких-то ресурсах. У нас есть различные ресурсы, это Hack the Box, Волнхаб и еще куча других, где есть задачи, есть специальные виртуальные машины с взаимостями. Ну и можно баловаться, тренироваться, конечно. Это отработка практических навыков в первую очередь. Ну и когда чувствуешь в себе уверенность либо силу, да и просто попробовать, можно принять часть от Backbound. И вы ищете уязвимости. Они могут дублироваться, могут не дублироваться. То есть если такая уязвимость уже была задокументирована, описана в отчете, отправлена компания, то побеждает тот, кто первый ее отправил, кто первый ее обнаружил. Компания как-то награждает тех людей, которые нашли уязвимости? Да. Как правило, это финансовое поощрение и сертификат о нахождении, которые можно в резюме приложить. Ну вообще это неплохо оценивается. То есть если удалось что-то найти в этой программе, а не просто поучаствовать, то это тоже неплохо в резюме указывать. Хорошо влияет. Как ты нашла? Вообще, на самом деле, у нас был список инструментов, которые необходимо использовать. Нужно было использовать абсолютно все. И честно сказать, при первом выполнении домашки я нашла не все. У меня сломалась виртуальная машина, она не хотела запускаться, отчет пропал. Пришлось экстренно переделывать. Я использовала три поисковика ZoomEye, Shodan и Censys. Вообще, это поисковики интернета вещей, которые могут найти информацию о любых устройствах, подключенных к сети. Также сети, подсети, то есть сиди еще, если фильтры знаешь, по большому счету. Ну вот с этими фильтрами и разбиралась, как искать различные оборудования. Использовала разные фильтры, конфигурации разные, что-то наугад ставила. Ну, откровенно говоря, потому что когда ты не знаешь, что примерно должно быть, и на чем там примерно знаешь, на чем сайты висят. То есть, где что может находиться. О, большое количество баз данных, надо здесь посмотреть. Ну, потратила, не помню, то ли 6, то ли 8 часов, чтобы поискать. Использовала и китайский поисковик ZoomEye, там выдавала и количество уязвимостей некоторых. То есть, в поисковике они смотрят конфигурацию различных сервисов, ну, и могут примерное описание, каким уязвимостям это все подвержено. Ну, и таким образом, переходя по подсетям, вышла все-таки на внутреннюю подсеть. Переходила по разным объектам, ну, по разным адресам, которые вообще указаны и относятся к этой компании. По местоположению это было в США. Просто так, просто захотелось именно там поискать, не знаю почему. Также искала по другим странам. В Великобритании, кажется, смотрела. Ну, и в итоге нашлось. Когда нашлось, там был просто вот этот открытый внутренний сайт сотрудников, где было прямым текстом сказано, что информация оттуда не должна попадать за пределы компании, не должна передаваться другим лицам. Ну, она передана, конечно, не была, но найдена была как-то так. Какие были твои действия дальнейшие? Ты пришла к Сергею Сергеевичу и сказала, я нашла, я нашла. Я написала, да. Ну, я ему написала. Или сначала ты написала в компанию? Нет, я написала сначала преподавателю, потому что дело в том, что Сергей Сергеевич сам участвовал в таких программах, а я нет. И там отчеты должны оформляться в определенном формате, то есть чтобы было логически правильно. И у меня есть такая проблема, что я во время работы не всегда делаю скриншоты. Это на самом деле моя большая проблема, потому что я вообще отчеты терпения не могу писать. Вот. И в процессе работы это очень сильно отвлекает. Он сказал, что воспроизвести все те же самые шаги, нужно все описать. Сказал, как это все сделать. Сначала он сам посмотрел, что это за сайт, подтвердил, что это действительно беда, что надо с этим что-то делать. Вот я решила написать в компании. Как компания отреагировала? Написали письмо, сказали, что уязвимость закроют. Выслали благодарность. Да и все, собственно. Уязвимость действительно закрыли, я даже проверила. Мне было страшно. На самом деле, в первую очередь, я испугалась, что кто-то тоже может так найти, потому что там дело касалось данных, в том числе сотрудников. Можно было посмотреть влоги клиентов, которые используют такие антивирусы. Были инструменты для работы с уже установленным программным обеспечением на компьютерах клиентов. Ну, то есть такая информация, которая действительно страшна, если она попадает не в те руки. И я очень сильно, мне стало жаль пользователей. Я теперь, честно, этого не ожидала, что у меня будет настолько сильное беспокойство. Я прям проверяла почту, трагировали, не трагировали, прям проверила, закрыли, нету изюмности или нет. Финансовые вознаграждения они отправили тебе? Нет. Нет. К сожалению, нет. Тенденция к тому, чтобы награждать российских специалистов, она начала падать еще несколько лет назад. Мои знакомые, которые в кибербезопасности, уже впоследствии друзья, которые в кибербезе уже лет шесть, они сказали, что финансовое вознаграждение должно было быть 100%. Я бы особо не ждала, но, конечно, счет PayPal я указала. Финансового вознаграждения не было. То есть, конечно, мотивацию на дальнейшие такие действия, оно немножечко убавляет. То есть, вроде стараешься что-то делать, знаешь, что за это могут заплатить, а этого не сделать. Ну, обидненько. Но мнение не меняет. То есть, черным хакерам из-за этого становиться не хочется. Есть ли у тебя после этого ощущение, что ты можешь все найти, уязвимости в любой компании, и тебе хочется отправиться теперь в это направление? Да, честно говоря, нет. Я не считаю, что это что-то такое прям сильно серьезное. Так посмотреть, да, что-то изучить, это очень интересно. Что я могу все? Нет, я вообще никогда так не считаю. Я постоянно считаю, что я вечно чего-то не знаю. Мне постоянно надо доучиваться, постоянно чего-то не хватает. И постоянно в состоянии какого-то получения информации. Расскажи, пожалуйста, о работе, о том опыте, который у тебя был в период студенчества. А ты сейчас идешь на работу. Сколько аналитиком ты хочешь пойти? Хотелось бы, да, либо исследователь-аналитик кибергросс. Либо то, либо то, но это больше всего интересно. В дальнейшем вообще в пентестеры хочу. Ну, там учиться и учиться еще долго нужно. Ну, а расскажи об опыте, который у тебя был до этого. С третьего курса университета или с четвертого? Вот, я не помню, честно говоря, год. Я пошла работать на практику от университета в Банк Приморье инженером-разработчиком на PLSQL. Нужно было оптимизировать сложные запросы, работать с базами данных. Тогда я поняла, что с кодом не работать нельзя, потому что слишком однотипно, слишком однотонно. Одни и те же задачи там до слез доходило. Насколько я уставала от этого, что нет никакого разнообразия. Мне было из-за этого тяжело. Потом в процессе, пока участвовали в хакатонах, поняла, что хочу быть менеджером, потому что задачи менялись. И в целом иногда можно заняться кодом, но ты в основном занимаешься постоянно решением разных поставленных задач. Это было интереснее. Пошла потом работать помощником менеджера проектов в Ронду. После этого устроилась в ДНС, тоже руководителем проектов или менеджером проектов. Хотела по работе с кредитными организациями. Девять месяцев, по-моему, там переработала. Я уже начинала активнее участвовать в CTF-ах. Предложили поехать на летнюю школу. Когда я уволилась в ДНС, это как раз совпало. И потом я устроилась на работу в Game Forest. И вот до июня, до конца месяца, я работала там ассоциейт-проджект-менеджером. То есть какие-то задачи были на проект, какие-то на продукт. Под конец, возможно, я уже понимала, что я хочу переставать работать менеджером, скорее всего. Вот и сейчас пока в процессе трудоустройства. Вот в компаниях прошло некоторые два собеседования. Решила тестовое. Пока что жду результат. Не знаю пока, куда я прошла. Надеюсь, куда хочу. Ты назвала достаточно известной компанией. Скажи, пожалуйста, ты выбирала компанию и закидывала туда резюмы? Либо предложения поступали к тебе сами, потому что тебя увидели на соревнованиях? Нет, эти компании я сама нашла. Сама понравились эти вакансии. Потому что те, которые приглашали, они находились не в Владивостоке. И там либо сложно было бы совмещать с учебой, что на бакалаверате невозможно с дипломом. Откровенно говоря, было очень тяжело. На магистратуре я пока решила оставаться в Владивостоке, не переезжать. Потому что в некоторые нужно было приехать хотя бы одну неделю на три в Москву, пока не было такой возможности. В дальнейшем ДНС еще приглашала на аналогичные должности. Но я уже работала гимворостей и уходить не собиралась. А вообще среди твоих коллег-одногруппников, однокурсников, можешь ли ты рассказать, как строится их карьерная траектория? Есть ли предложения или кто-то испытывает сложности и идет работать не по специальности, потому что не может найти работу, а не потому что решил, что это не его? Вот есть все из списка. Есть ребята, допустим, с которыми мы учились на бакалавриате. Это была моя первая команда, мы с ним до сих пор общаемся. Но, конечно, команду я уже сменила на DWFU-шную. Ну, о чем не жалею, конечно, хотя в первый год обучения я принимала участие еще со своей старой командой. Оттуда ребята, кто в команде, они все работают. Все работают тоже со второго и третьего курса, кто-то с первого. Fullstack-разработчики, очень сильные, на опыте, очень классные ребята. Кто-то после университета просто смог пойти работать. Ну, благодаря работе над дипломами. Кого-то даже приглашали в компанию. Ну, то есть всегда по-разному. Ребята, особенно мальчики, у них было больше практического опыта, девочки больше участвовали в научной деятельности. Но в целом я не помню, чтобы у кого-то были серьезные проблемы с трудоустройством. Ну, по крайней мере, есть тех ребят, с кем общаюсь. У кого-то, да, помню, что поднимался вопрос о том, как устроиться на работу, потому что сложно, потому что не берут. С разной скоростью устраиваемся. С одногруппниками DWFU я знаю, что многие ребята уже знают, куда пойдут работать. Кто-то не в Владивостоке, кто-то по краю уедет. Знаю, что есть ребята, у которых тоже, кто уже тоже параллельно работал, еще учащись в магистратуре. Я знаю, что у тебя очень хорошие отношения с преподавателями, с кафедры, с институтом, в котором ты учишься. И они очень хотят, чтобы ты осталась по окончании магистратуры в университете и работала с ребятами, которые учатся на бакалавриате. Ты уже дала согласие на преподавание? Да, дала. Ну, по совмещению, ну да. Какие дисциплины тебе самой интересны? Анализ рисков кибербезопасности, техническая защита информационных систем и программно-аппаратные средства обеспечения защиты информационных систем. И сети, и сетевые технологии. То есть это то, что я могу потенциально вести, но наиболее интересно — это аудит безопасности информационных систем. Кроме занятий с студентами, тебе интересно еще работать со школьниками, да? Ты сказала, что ты вела где-то мастер-классы. Мы вели курс в скрипт-киде на базе DWFU. Да, мы работали со школьниками. Многие ребята решили после курсов поступать как раз сюда на бакалавриат на кибербезопасность, считаю, что это победа, потому что это очень круто, если ребята заинтересовались. Также многие из моей группы занимались решением дополнительных задачек. То есть мы с ребятами на связи до сих пор с некоторыми общаемся. Да, это в целом интересно. Когда ребята сами заинтересованы, то есть это происходит не из-под палки, с ними очень интересно общаться. То есть даже разница в возрасте, она незаметна. Я забываю, что вообще это школьники. И вообще некоторые школьники по некоторым направлениям могут и студентам фору дать. На летней школе как раз такие школьники были. Были мальчики, которым 14-17 лет. Так они были настолько умными, что на них с раскрытыми ртами студенты смотрели иногда. Да, действительно, такие ребята бывают. И очень хочется, чтобы они попадали к нам в университет и становились классными специалистами. Конечно. Сейчас, кстати, идет приемная кампания. И как раз идет набор на программы компьютерной безопасности и информационной безопасности. И магистратура тоже есть набор. Выбор ИБ или КБ, он из года в год, соответственно, остается для наших арбитуриентов. Можешь ли ты посоветовать или рассказать, как на твой взгляд, чем эти программы отличаются, и что бы выбрала ты? Ну, ты выбрал уже Кибербес, но представим, что речь идет не о магистратуре. Бакалавриат, если не по МИИ, то... Вот сейчас сложно сказать, но, наверное, мне бы не хватило тех моментов, которые даются на информационной безопасности. Потому что КБ входит в ИБ. Это конкретно только компьютер и так далее. Мне не хватило... Ну, потому что все равно два года магистратуры, это хоть усиленные ребята, которые учились на специалитете, у них знаний все-таки было больше. То есть, если бы выбор стоял между прикладной информатикой... Да нет, я бы, наверное, два образования получала. Потому что это классно. Тут зависит от того, чего хочется и сколько времени есть на изучение. Потому что, допустим, в дипломе некоторой правовой базы я ее прям добирала. Приходилось еще дополнительно что-то читать, изучать. Просто потому что некоторые эти вещи учат, допустим, на начальных курсах специалитета. То есть, ребята их уже знают. Я некоторых вещей просто не знала, поэтому приходилось искать дополнительно, читать. На информационной безопасности это дается. С документами нужно работать. КБ сама по себе очень интересно, поэтому что из этого лучше не скажу. Тут важно понять, что нужнее. А ты жила в кампусе? К сожалению, нет. Ну и ладно. Но все равно у тебя по-любому есть топ-5 мест здесь. Давай расширим топ-5 мест в кампусе и во Владивостоке тоже. В кампусе это здесь на восьмом уровне точка кипения. Потому что здесь мы с ребятами могли собраться порешать различные задачи на соревнования. Здесь же мы хакатонили. Мы просили, чтобы нас оставляли тут на ночь. Пропуска оформляли. И это, на самом деле, наверное, било место еще от садочи красивого рассвета. Вообще жить я, конечно, не жила, но поночевать здесь приходилось. Потом любимое место — это набережная. Мне очень на ней нравится. Очень красиво я сюда приезжала. И вообще вся территория ДВФУ, когда я тут еще не училась, училась еще на бакалатриате, приезжала и очень хотела тут учиться. В тот момент я иногда жалела, что захотела остаться в городе в Авгуэсе, потому что здесь действительно очень красиво. И здесь атмосфера способствует обучению. Киберполигон. Не скажу, что каждый день в нем бываю, но мне там очень нравится. Ну, там, правда, потрясающая атмосфера. Да, там очень классно. Там все компьютеры с подсветочкой, все работает. Мы там как-то даже собирались тоже на один из CTF-ов. Готовились. Мне там очень понравилось. Так, сколько это места? Три. В целом парки ДВФУ, потому что тут было классно кататься на великах. И, ну, всегда, когда работаешь постоянно за компьютером, хочется на свежий воздух. Хочется побегать вообще чем-нибудь заняться. И здесь ты пошел поработал, пошел на свежий воздух. По-моему, идеально, мне кажется. Это, получается, четыре. И пятое, ну, конечно же, кофейня Coffee Place и Аякс, потому что нужно брать кофе и чай где-то. И тут он очень-очень вкусный. В Владивостоке эти места... Ой, да их очень много. Я тут выросла, поэтому... Ну, вообще, я очень люблю бывать в целом на Русском острове. Это вообще, наверное, отдельное любимое место. Мы сюда приезжали всегда с родителями. Еще моста не было. Мы на катерах либо на паромах выбирались, чтобы отдохнуть. Следующее место — это, наверное, Бухта Витязь. Самое любимое место. Я как бы называю не те, где поработать. Поработать я могу в любом месте. Был бы интернет. Ну, сам кампус входит в эти пять мест, потому что сюда я иногда приезжала специально, чтобы поработать, позаниматься дипломом. Да все, где есть набережная. Я не знаю, я очень люблю море и все, что с ним связано. Поэтому вот где есть набережная, желательно ухоженная, и где можно погулять с собакой, я буду только рада. На горный парк еще нравится очень сильно. Не знаю, в целом люблю Владивосток, поэтому какой-то топ сложно выделить. Если бы тебе нужно было снимать фильм про компьютерную безопасность, здесь, во Владивостоке или в кампусе, то, о чем был бы этот фильм, какого жанра? Наверное, что-то как наподобие либо триллера, либо боевика. В общем, мне нравятся фильмы про хакеров. Есть еще фильм «Хакермен» сериал, тоже про хакера и про кампанию, про то, как он работает, что-то выполняет. Наверное, боевик с элементами триллера, либо наоборот. Мне так кажется. Стрелялки люблю. Играешь в какие-нибудь компьютерные игры? Да. Но сейчас, конечно, это, к сожалению, меньше времени. Но на PlayStation нравится играть в Far Cry. Вообще, я лучше всего играю в гонки и в стрелялки. С детства играла в гонки. Меня мама из-за этого ругала, прям пыталась переодевать в платье. То, что почему мне куклы не нравятся, мне все машинки до компьютера подавай. В Counter-Strike нравится играть. Ну, иногда в Minecraft. И Ведьмака люблю. Ну, в Киберпанк еще играла. Может быть, бы еще поиграла. Разок. Классное комбо. Если вернемся к фильму, кого позовем на главную роль? Ну, мы же можем мечтать, да? Конечно. Ой, Тома Харди. Тома Харди, Николаса Холтер, Рози Хаттингтон, Уайтли. Конечно, бы таких актеров хотелось. Не знаю, мне не очень нравится. Все британские. Ну, все очень крутые. Ну, и Джейсон Астатхана, конечно же. Какой боевик без него. И машины, получается. Там все как бы сразу очевидно. Да. Ну, только не как Форсажи летать бы они, конечно, там не могли. Но, возможно, в фильме обязательно бы пришлось взламывать Теслу. У нее взаимостей много. По-любому, пришлось бы угонять что-то. Мне кажется, это потрясающая идея для фильма. Мы скоро сможем продавать идеи режиссерам. Все. Тебе большое спасибо за то, что нашло время к нам прийти. Желаем тебе удачи с трудоустройством. Надеемся, что твой опыт преподавания, он будет очень классным. И ты сможешь очень много ребят вовлечь в изучение гибербезопасности и занятия наукой. Спасибо большое. Я тоже на это надеюсь. Спасибо, что были с нами. Заходите на сайт русский.digital, чтобы узнать об обучении, найти направления в Дальневосточном федеральном университете и возможностях, которые мы создаем для вас. Прямо сейчас открыт набор на программу бакалавриата и магистратуры. Знакомьтесь с описанием, задавайте вопросы и до встречи в Главном Восточном. Этот выпуск для вас подготовили Полин Баток и Лидия Зоба.